Каппо Даже если вы уверены в фэйрплей качествах своего соперника, все равно не стоит испытывать судьбу дважды. Со своей стороны Херп Дин должен был реагировать на жест бойца, во избежание как раз таких ситуаций. Что касается Сильвы, удар коленом в его исполнении был, конечно, не из серии джентльменских, но букву закона он не нарушал. А вот Биспинг нарушил самый главный бойцовский закон – защищай себя в любой момент поединка. Но все это дало нам возможность увидеть пусть и не величайший подвиг в истории ММА, но в целом заслуживающий отдельного внимания. По сути, Биспинг продолжил бой примерно через минуту после того, как был нокаутирован. В отличие от некоторых бойцов, которым на восстановление после нокаута требуется двухмесячный курс у психолога и не очень сильный соперник, как завершающая стадия всеобщего утешения. Итог боя. Когда побеждает человек, побывавший в нокауте, при этом его лицо требует активного вмешательства иголки с ниткой, будут споры. Серьезные, с применением нецензурной лексики. Но давайте попробуем разобраться в том решении, которое приняли судьи. Оно было не только единогласным в целом, но и единогласным по отдельным пунктам. Судьи не разошлись во мнениях ни в одном из пяти раундов. Отбросим очевидные раунды. Нет сомнений, что второй раунд выиграл Биспинг, а третий и пятый Сильва. Менее очевидным является первый раунд, но все же Биспинг был активнее. В итоге мы имеем 2-2 и видим, что критическим является четвертый раунд. Андерсон Сильва при всех его заслугах должен понимать одно. Его последняя победа приходится на октябрь 2012 года, на дворе 2016. В определенном смысле ему вновь нужно карабкаться наверх. И зачастую делать чуть больше, чем нужно для достижения победного результата. Кто-то скажет, что за чушь? Эта чушь называется шоу-бизнес. Ни для кого не секрет, что профессиональный боевой спорт несет в себе немалую долю шоу-бизнеса. И нужно с этим считаться. Справедливо ли это с исключительно спортивной точки зрения? Конечно нет. Сам по себе спорт в чистом виде исключает присутствие элемента шоу-бизнеса. Но в современном спорте он есть. Сильва уже не тот, хотя и в свои 40 лет лучше подавляющего большинства. Но очевидно, что выступать ему осталось не так много. И организации в некотором смысле выгодно поднимать другие имена за счет Сильвы. При этом сам бразилец, выиграл он или проиграл, все равно держит определенную планку с точки зрения интереса к нему. Во всяком случае, в Бразилии, которая является большим сегментом рынка UFC, количество его фанатов ничуть не уменьшится, а возможно даже увеличится. Ведь очевидно, что в Бразилии решение судей считают несправедливым, и фанаты СМИ и телевидения горячо поддержат своего героя. Как бы вы к этому ни относились, но иногда для промоутера или организатора скандальное поражение бойца лучше его будничной победы. Но вернемся к решению судей и критическому четвертому раунду. В начале трехминутки было видно, что Биспинг пока еще не пришел в себя и его откровенно штормит. В тот момент он мало что мог сделать, если бы его взяли за штирку и вытерли им пол, а с учетом различных боевых инструментов Сильвы сделать это было несложно. Но он, говоря простым языком, отпускает соперника. Причем дает ему возможность не только восстановиться, а даже пойти вперед и нанести несколько ударов. Да, урона от них никакого, но это удары, а в ответ Сильва только лишь размахивал руками. Если попробовать наиболее точно описать итог этого поединка, то представьте себе двух человек, которые карабкаются в гору, чтобы забрать находящийся там приз. Один из них в итоге останавливается недалеко от вершины, потому что у него больше нет сил. Казалось бы, он проиграл, потому что второй продолжает уверенно взбираться. И вот этот второй на вершине, где его ждет приз. Но что он делает? Вместо того, чтобы забрать приз, он разворачивается и идет обратно. В минувшем поединке Сильва сделал нечто подобное. Есть еще одна старая истина, которая родилась в боксе. Но точно так же является хорошим рецептом и в ММА. Если ты дерешься на территории соперника и есть возможность не оставлять результат в руках судей, используй этот шанс. Сильва не стал пользоваться, решил, что и так сойдет. А история боевых единоборств напоминает нам еще один очень важный урок, который гласит о том, что вальяжность плохой советчик. Причем этот урок Сильва уже проходил летом 2013. Поэтому возникает вопрос, а чего хочет Андерсон Сильва? И еще раз. Сильва хорош, но все же не так хорош, как прежде. И если он продолжит в том же духе, то ему и его фанатам нужно быть готовыми к тому, что было в первом бою с Вайдманом и вчерашнем поединке с Биспингом. Обвинять можно кого угодно, но свою жизнь мы строим сами. И если мы чего-то добиваемся, нам это преподносит, а мы от этого отказываемся, то потом глупо винить в свои неудачи других. Сильва добился победы над Биспингом, но когда она была от него на расстоянии вытянутой руки, он по каким-то причинам от нее отвернулся. Победа не любит, когда от нее отворачиваются. Поэтому итог этого боя в некотором смысле философский. Это был справедливый в своей несправедливости результат. Продолжение следует...